Ну и стартовое сочетание москвичей. Голкипер Илья Горшко в центре обороны Андрей Смирнов под третьим номером. Вот сейчас хорошая атака. Тарасенко может открыть счет в этом матче и забивает Бориса. Первый гол на турнире для ЦДК. Вот так вот. Джокер, армейский Джокер открывает счет в этом матче. Ну и открывает вообще счет голам ЦДК здесь на клубном чемпионате мира. Ну и дальше по расстановке армейцев. Алдонин номинально сейчас справа. 22 номер. Соответственно Авдеенко слева. Все сводит мяч к трофею. В том числе выигрывает КФЛ. Но также есть ряд других игроков. Ну и опыт момента. И у нас уже 2-0. Добрый день. Вот так вот сыграно 5 минут. А у нас уже 2-0. И вот это да. Залетает мяч в сетку наших ворот. Вот так вот мы рассуждали, рассуждали о том, что ЦДК очень сильная. Мальтийцы, наверное, не смогут оказать должного сопротивления. Но нет. Третий номер на 10-й минуте сокращает разницу в счете. Забавно. Протокол заполнили мальтийцы. Сейчас Смирнов вообще оказался... О! Хит-трик у нас. Первый хит-трик на турнире. Но вот Борис Тарасенко не надо просить дважды, трижды бить там поворотом или не бить поворотом. Борис видит момент для удара, будет бить и будет забивать. Ну, интересно, кто-нибудь из ЦДК еще готов забивать сегодня? Или девятый номер будет отдуваться за всех? Ну-то. Будет водить мяч в игру. Ну и что, Тарасенко выскочит на эту передачу. Так и есть, но не дали ему там ударить. А вот здесь очередной гол. Ну и Андрей Смирнов забивает. Капитан. Три. Ну и вот сейчас он как раз со своими партнерами там разговаривает на поле. Говорит, ну давайте не будем заниматься, скажем так, чем-то непонятным. А есть у нас момент, появляется возможность, просто бьем по центральному игроку обороны. Вашурин абсолютно один. Есть перед ним свободная зона. Справа Тарасенко в касание паса и Бельгидина в простые ворота. Но Борис Тарасенко хорош, ЦДК хорош. У Бориса очень большой опыт игры в мини-футбол. Вот эти короткие передачки. Игра в касание. Пасы на дальнюю. И сам он прекрасно замыкает. 5-1. Но из трибуна раздается там ЦДК-ЦДК. Это игроки там и руководство команды «Руки вверх», «Женской», которая, к сожалению, у мальтийцев идет, что давайте, давайте двигайтесь, чтобы встали. Ух, тут может быть какой выход! Гол. Десятый номер. Уже в добавленное время. 5-2, ребята, давай, держите руки! Не раздавайте руки! Держите руки! 5-2. Реализовал свой момент. Но такой провал вышел по центру обороны. И он сейчас как раз в этом сочетании Евгений Алдонин на месте центрального защитника. Находит один на один. Ну, Тарасенко сейчас здорово отработал в оборону. Обокрал 18-го номера. И вновь атака ЦДК. Бирюков обыграл двоих! Ну, интересно, Бирюков забил этот мяч или четвертый номер автогола? Посмотрим это на повторе. Успел ли там мяч пересечь ленточку? Ну, нам бы, конечно же, хотелось, чтобы этот гол забил Кирилл Бирюков. Но наша дружная режиссерская бригада сейчас даст ответ на этот вопрос. Но даже вот повтор не совсем нам дает. Хороший перевод налево. Удар! И гол! Вот, ничего не выдумывая, Хартия здесь спокойненько отправляет мяч в сетку. Как бы показывая своим партнерам, что вы там даете передачки, втроем на пустые ворота выходите и забить не можете. А я подключился по левому флангу и забил гол. Ну, вот, продолжая мою мысль о том, что, конечно же, ЦДК сейчас не включается на полную катушку, ну, не знаю даже, насколько партнерам. А здесь... А здесь Андрей Коряка реализовал момент. И... Сейчас становится 8-2. И как раз Коряку-Коряку зовут на заменку. А он не особо хочет покидать поле, но нет. Подчинился все-таки требованию главного тренера и Бирюков. Поединок, остается уже чуть больше минуты. Поехать в гостиницу, передохнуть, покушать, поспать, может быть, немножко. И к вечерним матчам вновь вернуться в стадион. Косачев там не смог забить. Ну, а сейчас Виктор на Евгения Алдорина. Вновь Косачев. Пас на третьего! Здесь уже просто раскатывают. Честно говоря, сказать уже особо нечего. Кроме того, что Назаров делает счет 9-2. Академия Алдорина. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok